Вот этим силовикам, киевско-режимам, которые согнаны на приграничи Молдавии, Румынии, Венгрии, Словакии, дан полный карт-бланш, вплоть до применения огнестрельного оружия на поражение. Кому? К тем, кто идёт на Украину? Нет. Тем, кто уходит с территории Украины. Огонь на поражение. Те, кто уехали за границу, как вы понимаете, за границу с территории Украины возвращаться не собираются. Стало известно, что ФРГ предоставили убежище выехавшему с Украины ещё в 1922 году к Киевскому симфоническому оркестру. Там в составе две трети мужчины мобилизационного возраста. 73 человека, а с членами семьи 130 человек. Они получили жильё в Манхайме на Рыне и останутся в Германии на ближайшие три года. Ведь они же все доказывали вместе с этой администрацией Байдена, с этими администрациями Канады Трюдо, весь этот киевский режим, что им Россия угрожает. От кого бегут-то? От кого бегут? Я напомню, в 1922 году, почему выслали дипломатов российских из Польши? Потому что значительная часть людей с территории Украины пыталась через Польшу выйти и с территории украинской, и прийти на территорию России. Поэтому польские власти дали распоряжение всех запускать, даже без паспортов с территории Украины, уж тем более без каких-то дополнительных документов, всех запускать. А выпускать только, если они идут дальше в страны Европейского Союза. На территорию России нельзя. И всё равно люди прорывались. Через Калининград, через Белоруссию. А российских дипломатов-то почему выслали? Чтобы не могли оказать содействия. Чтобы люди, которые вышли с территории Украины и бежали от режима Зеленского, не нашли точку опоры в виде российских посольств и консульств. Но у них этого не получилось. Наши дипломаты всё равно находились на дистанционной связи, помогали и делали всё для того, чтобы людям помогать приходить на территорию России. Теперь, вы посмотрите, вот прошло всё это время. И вот вам доказательства. Граждане Украины бегут от своего собственного правительства, от своего собственного президента.